Добрый день! Коллеги, вы готовы задавать вопрос Игорю Валерьевичу Никитину? Да. Игорь Валерьевич, можете, пожалуйста, прокомментировать игру? Ну, равная игра. Мы второй период играли хуже, а третий лучше. В принципе, я думаю, что все так по делу. Но на бульдок больше повезло. С удовольствием победой. Готовимся дальше. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы? Игорь Валерьевич, у меня два вопроса по Никите Карасилёву. Первое. Как вам пришла идея поставить его в первое большинство? Самуром забил. Сегодня тоже играл там. Ну, мы анализируем. У нас есть тренера по большинству. У них эта идея пришла. Поэтому пытаемся ее реализовать. И второй вопрос, когда, вот вы считаете, Никита может из игрока ротации уже в такого стабильного игрока основы превратиться? Ну, это все от него зависит. Мы ему шанс даем, но его задача этим шансом воспользоваться. Игорь Валерьевич, спасибо. С коллегой, что равная была игра. Где-то моменты были у нас и у соперника. Ну, наверное, то, что до буллитов дошло сегодня, и команде ЦСКА больше повезло. Хотя, мне кажется, мое мнение, мы больше заслужили эту победу сегодня. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы от портала AllHockey, Игорь Владимирович. Сегодня в звенок Волку и Никите Михайлесу вышел Шестаков. Как оцените игру этой тройки нападения? И стоит ли ждать перемещения Якуба Лильи в другое сочетание? Ну, давайте сейчас не будем загадывать. Сейчас проанализируем тоже эту игру сегодняшнюю. Как мы знаем и в прошлом сезоне, как Аркадий там выглядел. Ну, будем думать, как бы сочетание будет на следующую игру. Спасибо. И еще один вопрос от портала AllHockey. Ждать ли в следующем матче возвращения Блэкера, Дитса, Лильи? Какой статус по этим игрокам? Ну, мы надеемся, что они выйдут и усилят нашу команду. Сегодня ряд дебютантов был в составе, в том числе и Дмитрий Гренц, который получил солидное игровое время. И выходил в большинстве в тот момент, когда команда забросила шайбу. Пожалуйста, оцените его первый матч за Барсом. Ну, я скажу, Дмитрий сегодня очень уверенно и с первых же смен начал спокойно играть. Скажем так, видно, что немножко он подрос, возмужал. И его на игра возмужала, так скажем, он уже разумно, грамотно играет. Еще вопрос от Фархата Курбанова, издание от «Синей линии». В прошлом году Борис был одним из лидеров по играм в овертаймах. И это сильно помогало команде набирать очки. Сейчас тоже на старте сезона достаточное количество овертаймов. Будете ли вы уделять этому компоненту дополнительное внимание? Может быть, наигрывать 3 в 3, 4 в 3 и так далее? Ну, конечно, конечно. Я тебе говорю, опять же, вспомнить прошлый сезон. Там очень много было овертаймов. И дело доходило до бультов. Это говорит о том, что команда Борис физически была хорошо подготовлена. Потому что на протяжении всех трех периодов лежало напряжение соперника. Ну, я скажу, что, конечно, будем наигрывать и 3 на 3, и 4 на 3. И разные сочетания будем смотреть уже, кто как взаимодействует друг в другом. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку, задавайте вопросы главному тренеру, хозяев. Зинар, прошу. Да, здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Еще раз. Да, действительно, сегодня хорошее было движение, хорошая игра. Кстати, я по поводу отсутствия Блейки, Родица и Лилии. Какие причины их отсутствия? Ну, они приболели немножко, я не знаю, кто доктор еще информацию не сказал. Сказал, что они сегодня играть не готовы. Ну, то есть и по датам тоже непонятно, да, пока? Нет. Да, еще хотелось спросить. Ага. Завтра будет известно? Да, завтра будет известно. Завтра у нас выходной будет, скорее всего. Еще хотелось спросить, мы два матча не видели Валерия Рехова. Это была некая дисциплинарная мера? Вот сегодня он играл. Скажем так, да. И мы уже поставили и Горо Шалапова. И у нас было три пары, которые более, скажем так, увереннее играли. Скажу, Валерий тоже в начале из Динамо Рига очень здорово отыграл. Так что у парнях надо стараться, стараться. И еще раз. В принципе, сегодня он тоже играл очень здорово, по исключениям там. Ну да, понятно, что троих лидеров, да, игроков наших не было сегодня. Это ли, чувствуется ли вот эта нехватка, ну, допустим, того же Даррена Дитса? И насколько скамейка сейчас достаточная? Потому что в сезоне тоже всякое может произойти. Мы знаем, что сейчас вирус, как бы, никто не застрахован. Ну, то, что Даррена не хватало сегодня, это однозначно. Потому что это капитан команды, это сердце команды. И скажу, что его на участие сегодняшнее в игре было бы очень здорово. Ну, микротравма у него небольшая, но он с командой переживал, поддерживал команды в каждом перерыве. Скамейка, скамейка, так. Ну, что, будем думать. У нас есть неплохая молодежь. И сегодня вот ребята показали, что и Клещенко, и Гренц, и Осетов. И у нас много еще ребят. Молодые ребята есть, которые на МАДе стучатся, скажем так, уже в команду. Ну, да, на сегодня больше... Ладно, все, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, еще вопрос. Павел Гудков. Давайте. Александр Олейник у нас тоже готов задать вопрос. Я поднял руку, вот на аватарке видно, я руку поднял. Да, да, да. Юрий Владимирович, почему не хватает в концовке, вот это от потери концентрации, или все это от усталости, вот такие ошибки получаются? Ну, не знаю. К примеру, то, что мы пропустили гол, но там тоже ничего не предвещало. Да, где-то соперник здорово сыграл, там сблокировал клюшку и выехали. Это недоработка там еще. Ну, я говорю, будем разбирать видео, этот гол будем разбирать, конечно, обязательно. Сейчас я как могу сказать? Вот такие вопросы, Александр, которые, наверное, сразу тяжело ответить, потому что и эмоции, и, сами понимаете, такая напряженная игра, как каждая смена в напряжении все держит. И сейчас ответить на этот вопрос очень тяжело. Спасибо. Юрий Владимирович, еще один вопрос от издания «От синей линии». Последние две игры, по мнению экспертов, были очень хорошими. Игра преобразилась. Что повлияло на это преображение? Ну, я, наверное, думаю, что время, наверное. И вот те игры, которые мы провели, которые должны были провести, вот это начало чемпионата, мы должны были провести на предсезонных турнирах. И с каждой игрой идет уверенность. И скажу, мы сейчас через эти игры, начало чемпионата, набираем свою физическую форму. Потому что у нас была нехватка этого времени. И некоторые моменты, даже вот это овертайм 3 на 3, большинство 4 на 3, которые мы должны были шлифовать, скажем так, на сборах, у нас этого времени не было. И сейчас приходится через игры, через это все набирать физическую форму. И большинству отлаживать. Времени хватает все равно. Спасибо. Павел Гуков, давайте последний вопрос. И будем отпускать Юрия Владимировича. Юрий Владимирович, вот 57 минут на 0 против ЦСКА Дорогого стоит. В предыдущих матчах команда минимум 2 пропускала. Все-таки, что сегодня важным, более важным было? То, что ошибки, о которых вы говорили, ушли, либо вы что-то все-таки тактические перестроили в обороне? Да нет, мне кажется, в перерыве просто ребятам сказали, что нужно спокойно, уверенно играть и простота. И сегодня на протяжении всей игры простота у нас была. Вот опять же разбирали ЦСКА, смотрели и глядя на них, как они играют. То же самое, ничего не выдумывают. Очень просто, надежно играют в обороне. Ну, попытались донести до ребят это. Ну, скажу, вторая игра просто впечатляет. И то, что и по движению хорошо, и по самоотдаче. Ну, единственное, что где-то у нас, наверное, может быть и психологически в конце мы чуть-чуть. Хотя сегодня по игре я не скажу, что мы выпали. Если это было с Динамо, видно было, что мы, так скажем, физически немножко подсели и начали удаляться. То сегодня здорово, ребята отыграли. И в честь и хвала. Коллеги, спасибо большое. Юрий Владимирович, спасибо вам большое за комментарии. Спасибо. До свидания. Коллеги, ждем представителей московского ЦСКА. Антон Слепышев будет участником пресс-конференции. Если есть вопросы, пожалуйста, приготовьте вопросы для нападающего московской команды. Коллеги нападающий ЦСКА Антон Слепышев. Антон, прокомментируйте, пожалуйста, игру. Тяжелая игра. Третья игра в поездке. Тем более, такие перелеты были. Поэтому на характере вытащили игру. Очень приятно победить было сегодня. Спасибо, коллеги. Ваши комментарии. Ваши вопросы. Давайте, может быть, от нас вопрос. Антон, два матча против Бориса за неделю. В чем, может быть, разница между ними? Или что общего было между этими двумя играми? Как раз-таки много общего. И счет, в принципе, похожий. И также пропустили в меньшинстве. И сегодня нам не хватило где-то гола в большинстве. В основное время. Поэтому тяжело. Тяжеловато было. Вратарь у них здорово играл. Поэтому приятно, приятно было сегодня играть. И вопрос, наверное, может быть, какой-то сравнение небольшое с Борисом прошлого сезона. Насколько системным остался рисунок игры? Вы играли против них в прошлом году. Мне, честно говоря, уж с этой пандемией карантин уже стерлась из памяти. Как мы в том году играли. Я только помню, что дома проиграли. Да также хорошая команда. Система, естественно, поменялась тренер. Наверное, что какие-то были изменения. Но мы особо не почувствовали. Готовились серьезно. Две победы. Отлично. И вопрос от Александра Устинова. Оцените итоги выездной серии для ЦСКА. Какие тут итоги? Очевидно, в трех играх забрали максимальное количество очков. Поэтому сейчас несколько дней есть до следующей игры. Передохнуть, восстановиться после этих перелетов. Поэтому отлично, отлично. Готовимся дальше. Антон, спасибо большое. Коллеги, если есть просьба еще по кому-то из игроков ЦСКА, то, пожалуйста, напишите в чат. Сейчас буду приглашать игроков Бориса, либо Дмитрия Гренц, либо Никита Михайлес. Коллеги, подключаю Дмитрия Гренца. Вопрос, Дмитрий. Первый матч за Борис после долгого перерыва. Как оцениваете сегодня свою игру и как оцениваете вообще весь матч? Да, давно я не играл в КХЛ. В целом хорошая игра получилась, такая достаточно напряженная. Мы играли достаточно неплохо, местами даже хорошо. В целом оцениваем, ну нормально, гол забили в большинстве. Так, булит забил. Для себя в целом вроде неплохо сыграл. Ну, проиграли, очень плохо. Ну, жалковато, а так пойдет. Хорошо, коллеги, Артур, у вас были вопросы к Дмитрию, пожалуйста. Дмитрий, я поздравляю вас с возвращением в КХЛ. Вопрос, вы много сегодня и играли в большинстве. Извини, вы выходили с какой-то персональной задачей? Или какая была установка от главного тренера? Спасибо. Ну, да, выходили в большинстве. Ну, моя была задача там, под воротами, на лицевой. Или где-то помогать парням, закрывать лотариат. Ну, помогать, в общем, ребятам. Не сказать, чтобы какая-то персональная задача была. Просто помогать. И еще вопрос. Если, возможно, вы ставите себе какую-то персональную цель в этом сезоне КХЛ, возможно, по заброшенным шайбам или в импередаче? Честно говоря, такой цели я не ставлю. Я ставлю просто для себя цель, чтобы максимум. Чтобы это был максимум. А какое? Ну, я не знаю. Максимум, наверное, нет предела. Вот и все. Спасибо большое. Вам успехов. Спасибо. Дмитрий, еще вопрос от Фархата Курбанова. Международное издание от «Синей линии». Сейчас, когда все переговоры закончены, вы снова в первой команде страны. Скажите, как сильно вы обрадовались, узнав, что Борис заинтересован в вашем возвращении? Ну, конечно, обрадовался. Это не то слово. Все-таки в первую команду позвали. Это не по очеркат играть. Как бы КХЛ, самая сильная почти лига в России. Ну, круто. Конечно, обрадовался. Очень сильно. Спасибо, Динар. Вопросы Дмитрию? Да. Дмитрий, ну, обрадовался, шикарно. Зашевелился. Ну, я знаю, что сборы проходили с торпедой. И, в принципе, в торпедо на вас тоже рассчитывали. Сейчас Болякина у руля. Да, но споры закончились. И вот так уже на старте сезона каково это перестраиваться, переходить? Это новые партнеры. И, как вы сказали, уже давно не играли в КХЛ, в Борисе. Как перестраиваться? Новые партнеры, хорошо забытые старые. Ну, да. Не такие уж и не новые. Да что, по большому счету, я как уезжал тут в плане тактики, ничего не изменилось. Я как бы готовился все лето и прекрасно понимал, что тут уровень повыше, куда еду. Как бы, ну, не знаю, у меня не было особого мандража там или переживания, что как-то что-то будет не так. Ну, не знаю, вот вышел, отыграл. Потому что как сыграл, не мне судить. Ну, понятно, что приглашаешься в Борис уже не 20 лет, скажем так, уже взрослая семья. Но есть такой вариант, что, скорее всего, двусторонний контракт, и Номат, и Борис, вот этот момент не обдумывал? Честно, не обдумывал, потому что, ну, не думаю о том, чтобы сыграть за Номат. Хочу, вообще не хочу об этом думать. Хочу просто вот в данной ситуации в Борисе, хочу пахать, помогать, а там дальше видно будет. Хорошо, и последний вопрос. А кто кепочку из Канады привез? Валера? Да, Валера. Спасибо, удачи, Тим. Спасибо. Господа, есть ли еще вопросы к Дмитрию Гренцу? Да, Евгений, я постоянно держу руку, но вы почему-то меня не замечаете. Вопрос к Дмитрию есть? Конечно. Дмитрий, вы провели предсезонку, да, как Динара уже отметила, с торпеда. Вы очень отметили, что вот действительно летом был летний хоккей, дыр-дыр. Вот сейчас заметно ли изменился этот дыр-дыр по сравнению с регулярным чемпионатом? Ну, не сказал бы, что прям заметно. Ну, конечно, изменился все равно. За деньги играют люди, все больше как-то осторожнее. Ну, проще играют. В общем, не усложняют и стараются играть на максимум, где летом, может, кто-то там не хочет травм получить. Ну, я не знаю, возможно, что-то невозможно. Вот, конечно, он это отличается. Не совсем уж дыр-дыр. Но все равно видно, что это как бы чувствуется, что первые матчи сезона. И плюс еще зрителей нет, какая-то ситуация напряженная вообще в мире и в стране. Вот отсутствие зрителей, это вот действительно сильный такой фактор напряжения? Вообще. Ты не можешь играть, может быть, раскрепощеннее? Ну, я не знаю, влияет это сильно или нет, но вот в душе это чувствуется максимально. Потому что я когда последний раз тут играл, тут был аншлаг. Ну, пусть не аншлаг, но было много достаточно народу. Ну, в общем, я сегодня вышел и прям непривычно. То есть, что с торпеда приезжал на товарищскую игру, что сегодня забор из ЦСКА. То есть, в плане атмосферы именно такой ничего не поменялось. Тяжеловато без зрителей играть все равно. Ну, при этом вы один из немногих игроков, который выступал и за Номат, и в чемпионате Казахстана, где практически зрителей нет. Я думаю, что, может быть, вам попроще адаптироваться? Да, конечно, попроще. И там в Искамане бывало. Бывало, когда-то не приходил народ, когда-то наоборот полный стадион. И за Номат, когда играл там вообще 100 человек. Нет, безусловно. Я просто сравниваю, что, например, когда за Борис играл, тут было много народу, на трибуне все там кричат, музыка, все дела. Ну, в общем, не то, что непривычно, но странно. Странно как-то. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы к Дмитрию Грянцу или можно его отпускать? Дмитрий, спасибо большое. Коллеги, через несколько мгновений Никиту Михайлеса подключу к эфиру. Коллеги, Никита Михайлес в течение нескольких минут будет готов. Пока что мы включим раздевалку с командой гостей. Коллеги, Никита Коростелев. Никита, прокомментируйте, пожалуйста, игру. Тяжелая была игра. Третья на выезде. Соответственно, соперник быстрый был. Мы были готовы, в принципе, показали характер. Сравняли счет на последних минутах. И да, на характере выиграли игру. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы? Никита, у меня два вопроса. Первый. Как тебе играется в первой бригаде большинства на пятаке? И как тебе вот эта функция, где надо подбирать, закапывать? Амуру классно получилось забить? Ну, конечно, приятно с такими партнерами в первой бригаде играть. Это, так сказать, могу даже назвать честь. Конечно, приятно с такими мастерами играть. Получилось забить хорошо, но идем дальше, не зацикливаемся. И второй момент. Вот Игорь Валерьевич сказал, что все зависит от тебя. Как ты считаешь, в чем тебе надо добавлять, чтобы не быть игроком ротации, а быть игроком стабильной основы? Ну, соглашусь, сто процентов. Все от меня зависит. Работать, ни одного дня не пропускать. И, наоборот, все хорошо будет. И последнее. Расскажи, как вот со льда виделось, когда сравняли счет? Да, на ворота побежал. Был готов, что Саня прячет бросок. Бросил, увидел, что залетел. Спасибо. Спасибо. Друзья, еще вопросы? Тогда большое спасибо. Спасибо гостям. Коллеги, через несколько мгновений приведу Никиту Михайлиса. Коллеги, добрый вечер. Подключил Никиту Михайлиса. Пожалуйста, Никита, ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Ну, хорошая игра была. С каждой игрой мы добавляем. Именно в своей тактике, в своей игре. И думаю, надо все равно брать, делать выводы из таких игр, потому что пропускаем в конце ненужный гол. Хотя всю игру имели хорошую инициативу над соперником. Так что поэтому опять будем сосредоточены и играть не до конца. Никита, сегодня тренерский штаб вернулся к сочетанию с Аркадием Шостаковым. Как его форма и как в целом ваше звено сегодня оцениваете? Ну, сегодня все одинаково. Вся команда играла, в принципе, в одном тонусе. И делали одно дело. Так, какой-то состав, что-то выделяет, кто не понимает язык. Хорошо. И такой вопрос. Ваш товарищ Дмитрий Гринц, с которым вы очень много времени проводили вместе, играли по снежным барсам, по намаду сегодня, вернулся после долгого перерыва в первую команду. Как его возвращение оцените? Ну, молодчик, да. Хороший шанс. Все впереди у него. Должен стараться. Мы поможем командой войти в этот ритм. С возвращением. Пять голов в шести матчах. Вы лидируете в снайперской гонке. Расскажите о вот этой ответственности, может быть, которую вы на себя сейчас берете в атаке. Да нет, просто стараюсь каждый момент довести до броска, как минимум. Но я всегда хочу забить гол, потому что каждый гол, каждое очко – это плюс команде, это победа. Поэтому надо стараться доводить это. Раз выпускают в большинстве, значит, надо забивать. Никит, и вопрос такой. Международный медиаконцерн от синей линии. Можно ли связать твой успех с тем, что в этом году Кертис тоже поднял свой уровень игры и набирает очки в шести матчах подряд? Ну, да, Кертис – очень хороший профессионал. И вообще никаких вопросов. Большинство голов – это его помощь. Так что он молодец. Хорошо работает. И дальше больше дыма. Динар, пожалуйста. Никит, здрасте. Здрасте. Да, сегодня действительно, если сравнивать с матчем с «Динамо», как и отметил главный тренер, заслуживали победы. Пахну провели два периода. Чего-то не хватает, все говорят. Чего же все-таки в концовке? Три минуты, по-моему, оставалось. Да нет, мы тоже команда ЦСКА не хотели проигрывать. Так просто, и поэтому привели момент, нашли нашу ошибку. Мы где-то не подвыручили. И от этого гол, в принципе, продолжали играть. Хороший овертайм был. Должны были в овертайме забывать еще. Да, там моменты были, да. Уже профессионализм. Ну, в целом, если сравнивать с матчем в Москве, сегодня, несмотря на то, что отсутствовали Дитс, Блейкер и Лилья, как ты считаешь, лучше провели матч? Да, ну, мы с каждой игрой становимся лучше. И мы сами это чувствуем, что уже взаимопонимание приходит в норму. Поэтому, думаю, дальше будем стараться еще улучшать нашу игру. Потому что это были первые игры, начало сезона, с комками, сборы. Поэтому все впереди. Все хорошо. Александр, Леник, не будет вопросов? Так, ну все, Нехит, спасибо большое. Пресс-конференция закончена. Ну, супер. Коллеги, на этом пресс-конференция завершена. До встречи 18-го числа на домашнем матче с Динамарией. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров.